Когда я слышу, как из этих уст вновь и вновь произносится слово «суверенитет», доносится, у меня на лице обязательно появляется ироническая улыбка. Знаете, почему-то, прочитав эту новость и увидев, осознав её, я подумал о Массаде. Это израильская разведка, если кого-то убивает, они всегда стреляют с двойными выстрелами, чтобы уж наверняка. Друзья, газета «The Sunday Times», влиятельное британское издание, сообщило о том, что Алексея Анатольевича Навального пытались травануть аж дважды. И второй раз его пытались отравить перед посадкой в самолёт и отправкой в Берлин. Об этом британским спецслужбам сообщили немецкие спецслужбы, а британцы, в свою очередь, вот, высокопоставленный источник рассказал этому влиятельному изданию. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Но, знаете, что хочу вам сказать? Если, да, действительно, вот так взяли и вторая попытка отравления, и в эту канву прекрасно ложится то, что этого главврача этой больницы сделали главой Минздрава всего региона, и чуть ли по слухам даже не героем России сделали, представляете? Вот, это ложится в канул. Но вопросы всё равно остаются, и как-то это всё не просто наигранно и постановочно. И если взглянуть на всё через призму, что Россия – это мировая колония, ну, колония Запада, тогда возникают всё новые и новые вопросы. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, и, будя на то воля ваша, поддержите мой труд. И, знаете, хочу сказать, что когда-то там полгода назад борец этот бесправил Александр Емельяненко сказал, что в поддержку Путина высказался и заявил, что, блин, что Путину нет равных на внешнеполитической арене. Ну, вот, гляжу я вокруг и понимаю, что слово «суверенитет» – это просто насмешка, дорогие друзья, по отношению к России. Мы – безусловная колония. И я, со всей очевидностью, наблюдаю безусловные попытки транзита власти. Ну, в мире есть силы, и силы взаимодействуют друг с другом. Вот так вот. Пытались ли отравить Навального дважды? С одной стороны, ну, могли. А с другой стороны, какой же он живучий тогда чувак, его дважды боевым отравляющим новичком фиганули, и вот, и вот на тебе. Вот. А вспоминаю я предсказания от Рока Вячеслава, что весь мир пойдет на нас войной. Кто бенефициар нашего разграбления? Да весь мир, по сути. Ну, такие вот дела, дорогие друзья. Да, и добавлю, что глава этого микробиологического центра имени Гамалея-Бармалея, простите меня, господин Гамалея, уже усопший, Гинсбург заявил, что, простите, российская вакцина спутник Вильзевул будет давать иммунитет аж на два года. А вот это вот западное Pfizer-BioNTech всего на полгода. Кому верить, кому не верить, не приложу ума. При этом Министерство обороны сообщило, что Запад ведет целенаправленную кампанию против российского продукта спутник Вильзевул. Вот. Даже Министерство обороны вступилось за эту вакцинушку. Ну, и чуть-чуть разбавлю приятным. Стэнли Морган дала прогноз касательно рубля, курса рубля в начале следующего года по отношению к доллару. И сообщила, что он будет более оптимистичным и составит около 71 рубля за доллар. Вот. Чуть-чуть приподняв курс рубля. Но это, друзья, не обольщайтесь, это не от того, что у нас экономика на подъем пошла. Это потому, что Китай выходит на мировую арену, Китай расправляет плечи, и западному миру приходится потесниться. Мы лишь разменная монета в этой ситуации, друзья. Что уж греха таить. Захваченная территория, которую обворовывают. Один наместник достал кураторов, и они его пытаются менять. Как-то так, что ли? Понятия не имею. Вот. Что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буде на то воля ваша. Поддержите мой труд, потому что тружусь я сам по себе и исключительно в наших с вами интересах. И без вашей поддержки уже бы давно, наверное, испекся. И знаете, напоследок, друзья, я обязательно выложу что-то вроде голосования и эфир проведу по этому поводу. 19-го числа состоится пресс-конференция Владимира Путина, того, чье имя противно произносить вслух. И вот какой вопрос вы бы задали президенту Ирофистана? Я вот долго думал, думал. Вот у меня один вопрос. Владимир Владимирович, за что же вы нас ненавидите-то так, а? Скажите, пожалуйста. Нет, там есть еще вопрос, где похороны фигурируют, и слово «когда», но обойдемся. Вот. А вот за спиной у меня МИД. А вы в курсе, что у него вот шпиль из фанеры сделан? Теперь в курсе. Доброго денечка, друзья. Живите с улыбкой, хорошего настроения. И впереди, что бы там ни было, Новый год, Рождество, праздники. Вот. Давайте радоваться жизни, не мудрству и лукаву. Помогай нам всем Бог. До свидания.